Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Сотрудники муниципального предприятия Дурсервис очищают улицы города от наледи. Во многом мы работаем по системе добродел, по жителям, поступающим напрямую в нашу организацию. В библиотеке деревни Месайлова открылся цифровой офис МФЦ. Спектр, скажем так, услуг разный. Выписка из домовой книги, переводы, школу, запись в школу. В администрации округа состоялось заседание антинаркотической комиссии. Выявлено более 7 тысяч преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых 6 тысяч относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Сотрудники муниципального предприятия Дурсервис активно очищают улицы Ленинского городского округа от наледи. Наша съемочная группа побывала в Расторгуевской части города Видное. Подробнее в сюжете Юлия Пагасьян. Декабрь в московском регионе выдался снежный, а после начались перепады температуры. Это вызвало образование ледяных наростов. Центральные улицы и тротуары сотрудники Дурсервиса очищать еще успевали. С межквартальными же дорогами так скоро ситуацию решить не удалось. Но и здесь на днях стала появляться техника. Сейчас масштабные работы ведутся в Расторгуеве. Понятно, что у нас большая территория. Это не как через черте города один избирательный округ, это 5-6 домов и одна улица. Здесь очень вытянутая территория и нагрузка большая на нашу службу городскую, Дурсервис. Главное, чтобы жители были довольны, какие-то вопросы острые, чтобы и власть, и службы были рядом. Не всегда получается тут же прийти и все убрать. По крайней мере, не отказывается никто и через какое-то время все в порядок приводит. Сотрудники Дурсервиса уже в порядок привели более 30% межквартальных и придомовых территорий Ленинского городского округа. Привлекли дополнительную технику и рабочих. Во многом мы работаем по системе добродел, по жителям, поступающим напрямую в нашу организацию, по письмам, приходящим на электронную почту. Отрабатываем в первую очередь такие сложные участки, которые наиболее вызывают недосты жителей. Ну и в целом осуществляем плановую работу, прочищаем проезды, убираем снежные навалы образовавшиеся. После удаления лед отвезут на специальный земельный участок, а со следующего года от снега и льда избавляться будут на собственном снегоплавильном комплексе. Мы построили снегоплавильный комплекс, который находится только в режиме наладки, то есть вывода на максимальную мощность, который мы планируем использовать максимально уже в следующий зимний период. Он принимает все, как снег, так и лед, поэтому мы хотим полностью уйти от какого-то загрязнения территорий и полностью все пропускать через снегоплавильный комплекс с последующей очисткой всех этих вод. Работы по удалению наледи планируются завершить в ближайшее время. Для этого ежедневно на смену выходит порядка 45 единиц техники. Юлия Погасьян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В небольшой уютной библиотеке деревни Месайлова открылся цифровой офис МФЦ. Теперь более 25 тысяч местных жителей смогут получить электронные услуги рядом с домом. Подробности в нашем следующем сюжете. Уютная миниатюрная библиотека в микрорайоне Пригород Лесное открылась всего два года назад, но уже стала настоящим центром притяжения местных жителей. Здесь можно найти не только более 6 тысяч разнообразных книг и журналов, но и многочисленные кружки по интересам для детей и молодежи. Занятия по раннему развитию для самых маленьких, подготовка к школе, арт-студия. Используют они не только краски, гуаши, акварели или еще что-то. Они могут заняться валянием, то есть это разностороннее развитие. Вокальный ансамбль «Счастье». У них проходят тоже занятия в нашей библиотеке, тоже разные возраста, то есть это от 5 лет и старше уже пошли, две группы сформированы. В начале февраля посетителей у библиотеки стало еще больше. Здесь открылся цифровой офис многофункционального центра «Мои документы». Спектр, скажем так, услуг разный. Выписка из домовой книги, переводы в школу, запись в школу, запись в детский сад. Помогаем также записаться на прием ФМС, субсидия, компенсация ЖКХ, подача на социальную карту. Так как в цифровом офисе все оформляется через федеральный и региональный порталы госуслуг, у заявителя должна быть подтвержденная учетная запись. Ежедневно сюда за помощью обращаются более 50 человек. Мамочки приходят с колясочками на занятия, и они сразу могут получить какую-то услугу. Это удобно. При необходимости получить заказанные документы можно в центральном МФЦ в Видном или филиале в Молокове. Цифровой офис многофункционального центра в Мисайловской библиотеке по адресу Молодежный бульвар, дом 10, работает со вторника по субботу с 10 до 18, с перерывом на обед с 13 до 14 часов. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В ходе заседания окружной антинаркотической комиссии были рассмотрены вопросы профилактики наркомании среди молодежи и взрослого населения муниципалитета. Состоялось первое в этом году заседание антинаркотической комиссии, в которую входят сотрудники администрации округа, представители ОМВД, работники образовательных учреждений и врачи. Мероприятие началось с подведения итогов работы за 2022 год. По итогам 2022 года в московском регионе справочно на 5,7% снизилось количество наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято более 2,5 тонн запрещенных веществ, а также 4 тонны прекурсоров. Выявлено более 7 тысяч преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых 6 тысяч относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. В муниципалитете проводится системная работа, направленная на предотвращение распространения запрещенных веществ, выявление фактов незаконного употребления и хранения, а также антинаркотическая пропаганда среди подрастающего поколения. На перспективу 2023 года хочу сказать, что все наши планы, которые мы наметили, мы однозначно реализуем. Ни один не уйдет, назовем так, от ответственности, потому что программа президентская в целом приоритетное направление в борьбе против наркотиков. В прошлом году был проведен региональный этап всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе». Самые активные участники получили награды от ОМВД по Ленинскому округу. Кроме того, общественными организациями проводится ряд антинаркотических мероприятий. В соответствии с планом мероприятий по реализации стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года в округе развернуты информационно-пропагандические работы по формированию негативных отношений к употреблению наркотических средств, алкоголю и табакокурению. Развита сеть досуговых и спортивных учреждений для широкого возрастного диапазона. Проведены различные мероприятия, акции, выставки, конкурсы антинаркотического характера. Профилактическая деятельность хорошо развита в школах округа. Проводится тестирование учащихся. Школьники посещают тематические лекции. Во всех школах проводятся профилактические мероприятия «Здоровье, твое богатство», «Молодежный здоровый образ жизни», в рамках которых проходят антинаркотические мероприятия, беседы, лекции, викторины, спортивные соревнования, просмотры фильмы с последующим обсуждением и так далее. По итогам заседания члены комиссии договорились о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве, а также составили план мероприятий на 2023 год. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центральной библиотеке открылась выставка семи-каракорской керамики. В витринах представлены экспонаты из частной коллекции. Полюбоваться изделиями народного промысла может каждый посетитель. Правила сервировки и выбора посуды постигала и наш корреспондент Галина Житкова. Мне кажется, из красивой посуды вкуснее еда. Красиво накрыть на стол и вкусно накормить своих родных любит каждая хозяйка. Постоянно баловать близких людей красотой и разнообразием не всегда получается. Но и семьи, где такой праздник каждый день. Первый раз увидела вот такую посуду. Это, в общем-то, народный промысел, к большому счету. Мне очень понравилось. И ее можно использовать каждый день, такую посуду. Вот здесь я представила то, что почти все используется. В запасниках у меня еще есть то, что пока вообще не использовалось ни разу. И даже вот в таких вот упаковочках заводских. На выставке семикаракорской керамики Тамара Бобина представила самые интересные экземпляры своей коллекции. Увлеклась этой посудой еще 20 лет назад. С большим вниманием подходит к сервировке стола. Бережно хранит винтажные фужеры прошлого века. Если, скажем, у меня разобьются фужеры современного хорсталя, мне их не жалко. Их можно купить. А вот то, что хранится уже более полувека, конечно, мне будет жалко. Светлана Плотникова приехала из Ростова-на-Дону по рабочим вопросам. Не ожидала увидеть в библиотеке изделия народного промысла своего родного края. По моему мнению, конечно, аппетит вызывает, поскольку она красивая, бодрая, позитивная и радостная. И из красивой посуды кушать приятно. Нарядные яркие бутербродница, блинница, салатник, молочник, бутылка под масло, чайник. Посуда, которая поднимает настроение и дарит массу положительных эмоций. Народному промыслу из города Семикаракорска Ростовской области всего 50 лет. Так как у нас все всегда вспоминают гжель, хохлому, жостовские подносы. В общем-то, я думаю, что Семикаракорская керамика в этом ряду очень даже будет хорошо смотреться. Полюбоваться дикойными цветами, фруктами, а еще узнать, почему чайник для заварки называется эгоист, можно до конца февраля. Выставка Семикаракорской керамики будет интересна всем хозяйкам и любителям изысканно сервированных застолий. Галина Житкова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова